Достойная зарплата Достойная зарплата Дороги плохие Дороги и все Больше проблем нет Лишь мы сделали дороги А как вы считаете, почему эта проблема возникла в Волгограде с дорогами? Безответственность наших властей, скорее всего, что лед Дороги плохие Да, по чрезвычайным А люди хорошие Машины из этих плохих дорог Весутся В Волгоградской области за последний год сложилась напряженная экономическая ситуация Так, по данным Волгоградстата По сравнению с прошлым годом цены выросли на 6,6% Ввод жилья сократился на 33% Объем отгружаемой продукции Полезных ископаемых уменьшился на 10% Существенно увеличились цены на энергоносители На предприятиях региона ощущается кадровый голод При этом существует угроза массовых увольнений работников В трех крупнейших предприятиях области В Волжском подшипниковом заводе В Химпроме и в судостроительном заводе Разве допустимо, что в стране, богатой народными ресурсами Минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума Почему ничего не меняется в распределении результатов труда Доходы наиболее богатых в 17 раз превышают доходы наименее обеспеченных россиян 1 мая отметили и представители малого и среднего бизнеса Они также возмущены действиями властей Их беспокоит рост тарифов на энергоносители Недоступность кредитов Резкий рост страховых взносов Увеличение стоимости аренды Муниципального имущества и кадастры стоимости земли А также рост единого социального налога Ситуация так была сложная До этого страховые увеличили у нас работников Другие проблемы, те же тарифы на энергоносители И тут еще это дополнение И предприниматель пошел практически массово сдавать Потому что 7200 это больше 10% От индивидуальных предпринимателей нашей области Которые зарегистрированы Власть может быть жесткой Но самое страшное, когда она глупая и недееспособная К сожалению, в нашем регионе это именно так Мы несколько лет не имеем легитимного руководства в городе У нас постоянно кадровая и невнятная чехарда В областном правительстве Опять мы стали свидетелями очередной смены Очередных руководителей Это все никак не стимулирует ни развитие бизнеса Ни развитие предпринимательства Да и вообще в целом Очень негативно сказывается и на социальный И на жизненный уровень граждан Участники первомайской демонстрации имеют разные взгляды на методы борьбы за свои права Одни стремятся договориться с властями Другие находятся в оппозиции В Союзе области активно участвуют в включении четырех сторонних соглашений на уровне предприятий, муниципалитетов, областной власти и областного Совета профсоюзов И я скажу, что динамика последних лет, она показывает довольно-таки эффективную работу в этом направлении Наверное, время поменялось И время демонстраций, может быть, и прошло, и все это перекочевало в интернет Но так получилось, что в нашей стране в первую очередь власть реагирует на публичные выступления людей Единственный верный метод – это соборганизация Все трудящиеся должны бедняться Причем речь идет не только о каких-то рабочих, о профсоюзных, синдикалистских движениях, но также и потребительских движениях Надо власть менять, потому что те, которые сейчас сидят на местах, не несут ответственности ни за что И законы, которые действительно их охраняют Потому что на самом деле у нас чиновник не несет ответственности за принятые им решения Вот поэтому мы должны прийти во власть, изменить эти законы, заставить чиновников все-таки отвечать за то, чего они творят Первомайское шествие все же не прошло без неприятных инцидентов Организатор акции «Областной профсоюз» потребовал от полиции отделить группу националистов от колонны партии Родина Есть одна формальная причина Дело в том, что областной совет профсоюзов является формально организатором демонстрации И это неверно Каждая из политических сил должна отдельно заявляться и отдельно быть организатором Мы по этому поводу будем иметь свое мнение и будем выступать, чтобы все это было изменено Конечная точка первомайской демонстрации – площадь павших борцов Здесь прошел 30-минутный митинг, на котором выступили губернатор, организаторы акции и представители рабочих коллективов Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от властей восстановить страхование от безработицы Создать новые рабочие места, установить зарплату бюджетников на уровне средней по экономике Остановить рост тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ Прекратить реформу образования здравоохранения и пенсионного обеспечения Которое, по мнению участников акции, не соответствует интересам трудящихся Первомайские демонстрации прошли также в муниципальных районах Всего в Волгоградской области в шествиях приняло участие около 100 тысяч человек Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин